Я хочу узнать для себя, с какими вузами будет объединяться СГЭО и какие перспективы это даст студентам. Я слышал, что у филиала какие-то проблемы с аккредитацией. Хотел бы узнать, будут ли какие-то проблемы при поступлении, учебе. Я как абитуриент хочу узнать, какие документы подавать и при поступлении, что вообще нужно в это заведение. Чтобы ответить на эти другие вопросы абитуриентов, на день открытых дверей в Сезернский филиал СГЭО приехало руководство главного вуза во главе с ректором Самарского государственного экономического университета Габибулой Хасаева. Ректор рассказал, что в этом году впервые за последние пять лет Сезернскому филиалу планируется выделить бюджетные места. Возможно, такому решению поспособствовали итоги проверки знаний студентов Сезернского филиала Росаккредитации. Проверка прошла успешно, и филиал получил соответствующий сертификат качества. Достойный уровень подготовки специалистов в филиале отмечает и в Сезернской администрации. Общий уровень профессиональной подготовки выпускников Самарского государственного экономического университета на порядок выше, чем выпускники ряда других вузов, в том числе представленных на Сезернской площадке. Ряд выпускников филиала получили предложение войти в кадровый резерв Сезернской администрации. Выпускников юридического факультета ждут и в полиции, отметил начальник МОМВД России Сезернской Сергей Гудилин. План их вуза начать готовить в Сезернском филиале специалистов в сфере землеустройства и кадастра, а также государственного и муниципального управления. Такая возможность появится после объединения СГЭУ с Аэрокосмическим и Самарским государственным университетом в Единый национальный университет. О перспективах ректор СГЭУ рассказал в интервью нашему каналу. Предполагается, что будет высшая школа экономики Самарского национально-исследовательского университета имени Королева, сокращенно Самарского университета. И мы будем иметь возможность не только развивать те направления, которые у нас есть, и объединить тот ресурс, который есть и в аэрокосмическом, и в государственном университете. Там тоже есть экономические факультеты. Поэтому получится очень мощная экономическая школа в составе Национального исследовательского университета, где открываются практически и новые возможности для всех. Вопрос, который интересует абитуриентов сейчас, будет ли набор абитуриентов Сызранским филиалом СГЭУ в этом году, несмотря на то, что сейчас нет аккредитации, и планируется ли восстановить эту аккредитацию? Во-первых, Сызранский филиал имеет лицензию бессрочную, которая дает нам право готовить здесь специалистов. Это во-первых. Во-вторых, к сожалению, произошло недоразумение, в силу которого есть такое решение Росуборднадзора. Но мы в ближайшее время предпримем необходимые усилия, чтобы в сжатии сроки эту аккредитацию восстановить. С другой стороны, хочу подчеркнуть, что студенты Сызранского филиала, филиалы – это структурные подразделения нашего университета, они будут обладать теми же правами и возможностями, что и студенты головного вуза. Поэтому здесь никаких сомнений за их будущее, за сохранение, за реализацию их прав как студентов. Это не может быть. Полную версию большого интервью ректора СГУ Гайбебулы Хасаева смотрите на нашем канале в субботу в вечернем эфире 20 февраля. Наталья Пухова, Дмитрий Медведев, Вести детально.